Российское посольство Российское посольство, друзья, приостановили заявление на вход и выход из гражданства Российской Федерации на неопределённое время. Что это означает, друзья? Ну, во-первых, евреи могут поехать, да, пока они на вход и выход. Но евреям-то какой смысл входить, когда они всегда имеют два паспорта – российский и израильский? Вряд ли из них кто отказывался от российского паспорта. Поэтому для кого это? То есть эти вещи для кого? На выход из российского гражданства. А для тех людей, которые убежали из России и не хотят воевать в армии. И для всех других тоже, которые убежали и не хотят возвращаться. Так вот, выход из гражданства Российской Федерации сейчас закрыт. То есть, вероятно, так много людей убежало. Так много людей хотят отказаться от гражданства России, чтобы не нести на себе кирпичи, неподъёмные ноши российского гражданства, которое, видите ли, друзья, может странным образом повлиять на всю дальнейшую жизнь многих людей. Итак, российские посольства не принимают больше заявления на выход из гражданства Российской Федерации. Как заявили в консульском департаменте МИД Российской Федерации, 26 октября в силу вступил федеральный закон от 28 апреля 2023 года. 138 ФСЗ о гражданстве Российской Федерации. В нём говорится, деятельность российских загранучреждений на участке оформления гражданства, приём-выход будет временно приостановлено и незамедлительно возобновится после принятия соответствующих подзаконных нормативных актов и приведения имеющихся в соответствии с новым федеральным законом. Сказано так в сообщении. Кроме того, в посольстве Российской Федерации в Казахстане также не будет проводиться приём уведомлений о получении либо утрате россиянами иностранного гражданства или ВНЖ. в Ингушетии в связи с событиями усилили меры безопасности в аэропорту Магаз, распространившейся в социальных сетях информации о пребывающем из Израиля рейсе. Что же творится, скажите, а? В Чечню летят, в Карачаево-Черкесию летят, в Ингушетию летят, в Дагестан летят. Что делают российские власти, когда принимают на уже горячую, подогретую национальными вопросами территорию, почву, принимают людей? А израильские власти, они что, тоже не в курсе дела? Или всё-таки это одна, так скажем, рука, которая руководит действиями? С одной стороны, израильтян гонят на Кавказ, мусульманский Кавказ. А с другой стороны, Россия подогревает этот Кавказ, чтобы жарко было израильтянам, чтобы не убегали на Кавказ, а побегут туда, куда укажет дальше израильское правительство. Возможно так, друзья, но ведь такие странные на сегодняшний день события, которые просто неадекватные по всем стандартам. Скажите вы пять лет назад об этом. Ну, вас бы камнями закидали за пророчества, которые вы могли бы дать. Мне тоже никто не поверил. Я сделала предсказание, по-моему, в начале, в первые дни, как раз октября, на 10 лет дала предсказание по Израилю. Вы думаете, кто-то поверил? Нет. Но сейчас каждый день заходят на этот ролик и слушают. То есть через месяц стали заходить. А когда я его выпустила, людям было не до того. Они не смотрели, им казалось, ну, это просто невозможно. Вот что значит уметь проглядеть ситуацию вдаль и дать людям рекомендации, как можно спасти свои жизни. Но врагу не пожелаешь то, что сейчас израильтян отправляют в мусульманские, кавказские республики. Это же надо. У кого какая голова. Друзья, но обратились бы ко мне. Я бы сказала точно, куда нельзя ехать. Ведь есть вещи, но очевидные. Нужно только домыслить, куда нельзя ехать. Так вот эти вещи, друзья, вы должны проглядывать сами. Если у вас, скажем, ваша интуиция вам не помогает, то обращайтесь ко мне. Но вы предпочитаете не обращаться, а решать так, как рекомендует правительство, как рекомендуют друзья. А в результате, когда это общая масса, и кажется, сознание-то у вас работает на то, что, ну да, общая масса летит туда, значит, там будет безопасно. Но ведь все люди знают, а что там Татьяна говорит, да? Она что может? Она одна. У нее такое мнение, которое просто она одна. В своем мнении. А здесь все летят, все знают и попадают в капкан. Обращайтесь. Почта у меня всегда под роликом. Итак, друзья, вот здесь вот, конечно, Магаз, Ингушетия. Это еще одна республика, где не собираются принимать евреев. Но израильские борты летят. Кстати, возобновили с 3 ноября. Уже есть рейсы как раз снова в Махачкалу. Это что такое? В Дагестан. Там, где сейчас только было это событие. Гостиницы не принимают. Ну, не потому, что они антисемиты, друзья, а потому, что они никто не хочет себе проблем. Ну, какая гостиница захочет, чтобы вот эта толпа разрезанная ворвалась и побила все кровати, шкафы в этой гостинице? Побьют, конечно, побьют. Итак, друзья, в пресс-службе мэрии города Сунжи передает ТАСС обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта Магаз. А в связи с вбросами в социальных сетях фейковой информации о прибытии рейса из Израиля. Данная информация не соответствует действительности, и аэропорт Магаз не является международным. Но разве это важно, является он или нет? Да пусть он хоть 10 раз не является. Прикажут, примет для недопущения нарушения порядка, приняты дополнительные меры безопасности, включая усиление контроля и обеспечение правопорядка на территории аэропорта. Но одновременно с этим такие новости, что в Москве задержан главред прокремлевского издания «Октагон-Медиа» Игорь Рябов. Это почему? Он же прокремлевский. Или политика начинает меняться, а? Так утверждается, что с утра в квартире сегодня журналиста проходил обыск. Рябов якобы задержан по делу о клевете. Про кремлевское издание. Что же он там наклеветал, друзья? Вот странная сейчас обстановка. Я не знаю, как журналисты в России выживают, потому что очень трудно. Сегодня так ты не угодил, а завтра ты другое сказал и тоже не угодил. Сахал опубликовал кадры наземной операции в Газе. За последние несколько часов объединенные силы под руководством сухопутных войск Сахал нанесли удар по аванпосту террористов Хамас на севере сектора Газа. Сообщается об убийстве десятков террористов, ну и все остальное. Это уже не так, знаете, интересно все это обсуждать. Потому что убийство, оно и есть убийство. Что его обсуждать? Сколько погибло, сколько нет. Понятно, что люди гибнут за металл. Люди гибнут за гроши. Жизнь человеческая ничего не стоит. Сегодня, кстати, в Конгресс США ворвались пропалестинские, протестующие во время выступления Блинкина и требовали прекратить огонь в Газе. Сегодня над Ростовом местные жители слышали звуки взрыва. Над Ростовской областью прогремел взрыв, пишут местные паблики, что это было. Ну, в принципе, правду все равно никогда не узнаем. А то, что есть, наверное, это, конечно, как-то, как-то с людьми. Издание Астра публикует, конечно, такие очень страшные новости. Друзья, я чуть-чуть дозирована, чтобы не было никаких, знаете, претензий. И вот обвиняемого в подготовке покушения на Симоньян избивали и пытали всю ночь до приезда опергруппы сотрудники ФСБ. То есть сотрудники ФСБ избивали и пытали всю ночь. 18-летний Михаил Балашов. Какое покушение, а! Какое покушение! 18 лет мальчишке! ФСБ выследило Балашова на улице Вавилова в Москве 13 июля. Его затащили в гараж и начали избивать. Рассказали друзья юноши об этом. По их словам, Балашову стянули руки за спиной наручниками, били электрошокером по рукам, ребрам и ниже пояса. Стояли на голове, наносили удары по лицу. Друзья утверждают, что у молодого человека до сих пор сохраняются следы пыток. Голова отбита немного, мысли в кучу очень часто, особенно под вечер. На руках шрамы, на левой руке указательный и средний палец не особо чувствуют. И ниже пояса, когда били электрошокером, там все сожгли. По словам Балашова, автомат АК-47. АК-47! 18 лет, а! Найден при обыске. Ему не принадлежит. Его подбросили в силовики. О том, как это делают силовики, друзья, очень хорошо известно многим. Именно они приходят уже с оружием и подбрасывают. А когда человек, ну скажем, невысокого ранга, и к его словам никто не будет прислушиваться, подбросить автомат, да запросто. В постановлении следователя по особо важным делам утверждалось, что Балашова задержали, когда он пришел забирать из тайника этот автомат и патроны к нему. А задержание Балашова и еще семерых подозреваемых – все почти вчерашние школьники. ФСБ отчиталось 15 июля. А? Каково, а? Кто ж там сейчас работает, а? Где же тот старый КГБ? Но не такими же методами, а? Силовики назвали их участниками неонацистской группировки «Параграф 88». Креативненько тогда придумать-то можно все, которые якобы выполняли задания украинской разведки на голову не натянешь. За обещанное вознаграждение полтора миллиона рублей за каждое убийство. Их подозревали в подготовке покушения на Симонян и Собчак. При этом в СИЗО молодых людей отправили по другому обвинению, связанному с нападениями на мигрантов в лесу. А? То есть арестовали, подбросили автомат. Но отвечать за это никто не хочет. А обвинили и посадили официально за то, что они якобы напали на мигрантов в лесу. А? Ну вот кто будет верить нашим ФСБшникам? Но ведь белыми нитками не то, что сшито, а это просто за уши не притянешь одно к другому. И как мне стыдно на детей стали покушаться. На детей, 18-летних, чтобы их отправить, как бесправных кроликов в железных клетках, на войну, на убой. А за это получить деньги за каждого от олигарха, играющего с жойстиком в эту войну. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан. Сегодня у нас с вами 31 октября 2023 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова